Всем привет! С вами канал, за нами уже выехали, и сегодня мы вновь поговорим о политике. Тем более, что на днях для этого появился отличный повод. Наш действующий президент, Нурсултан Асарбаев, получит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности Казахстана. На первый взгляд, ничего примечательного, но если копнуть глубже, то становится понятным, что это можно трактовать как один из шагов по подготовке к транзиту власти в стране. Давайте в этом разбираться. Еще несколько лет назад заикаться на тему смены власти в стране почти никто не решался. Но все изменилось в прошлом году, когда сам Назарбаев выступил с инициативой передачи части своих полномочий парламенту и правительству. Тогда многие заговорили о том, что президент готовит почву для своего ухода. Но стоит отметить, что не все политологи с оптимизмом отнеслись к этой инициативе. К примеру, Дасым Садпаев заявил, что эти реформы напоминают ему драку лысых за расческу. По его мнению, главе государства надоело прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства, в кавычках. И он выбрал себе роль надсистемного игрока и арбитра. Назарбаеву сейчас 77 лет. Во главе страны он может побыть еще несколько лет, но вполне логично, что уже сейчас он задумывается о том, чем он будет заниматься после президентства. И на днях мы, похоже, получили ответ. Речь идет о новом законопроекте, который закрепляет за Назарбаевым статус пожизненного главы Совета безопасности. Проанализировав ряд СМИ и посты в социальных сетях, мы нашли один материал, в котором наиболее понятно разъясняется суть этого законопроекта. Это статья политического обозревателя Газиза Абишева. Мы попробуем донести до вас основной смысл и сделаем собственные выводы. Прежде всего, объясним, что такое Совет безопасности. По сути, это организация, которая координирует все силовые структуры. Армию, полицию, КНБ, борцов с коррупцией и прокуроров. Иными словами, тот, кто возглавляет Совет безопасности, тот имеет реальную власть в стране. Да, Назарбаев и сейчас в полной мере руководит Советом безопасности. Но здесь речь идет о другом. Если эта организация будет вписана в Конституцию, то у нее появится железобетонный фундамент. Его невозможно будет ликвидировать, так же, как в случае с парламентом или Верховным судом. Если же сфера полномочий Совета будет расширена, то он станет самым влиятельным органом в стране. Конец цитаты. Иными словами, даже после президентства Назарбаев останется в ноль первом. Он уйдет в тень и будет неким кукловодом, которому подчиняются силовые структуры, ключевые ветви власти и, возможно, и действующий президент. Все наши выводы строятся на идее транзита власти. Другими словами, Назарбаев приподнимает себя над ситуацией, жестко контролирует и процесс назначения, в кавычках, нового главы, опять же, в кавычках, государства, и потом имеет над ним определенную власть. Это позволит ему затем как бы уйти в некоторую тень, с официальной мировой трибуны, но оставит за собой решение всех важных государственных вопросов, как внутренней, так и внешней политики. Он станет неким серым кардиналом с неограниченной властью. Здесь возникает пока один очевидный вопрос. А что произойдет с должностью главы Совета Безопасности после того, как Назарбаев покинет сей беременный мир? Она автоматически самоликвидируется? В таком случае сейчас шаги Елбасы выглядят логичными, а если нет? Ведь, как мы уже озвучили выше, Совет Безопасности получит очень серьезный статус. И по сути, должность его главы окажется намного желаннее для потенциальных преемников, чем должность президента. Наверняка ответы на эти вопросы заложены в самом законопроекте, который сейчас не публикуется. Теории выдвигается сейчас преждевременно. А пока небольшая рекламная вставка, как говорится, вообще не имеющая никакого отношения к сегодняшнему блогу. Если вы немного устали от того, что происходит дома, всегда можно следать куда-нибудь отдохнуть. Где купить билеты? Сегодня это делается в два клика. Внизу, в описании к этому видео, в первом комментарии, мы оставим ссылку на отличное приложение по поиску дешевых авиабилетов. Называется City Travel. Простое, удобное, надежное. Если вдруг за нами выехали, то улетать мы будем через него. А на этой ноте, для кого-то позитивное, для кого-то нет, мы заканчиваем выпуск, но будем и дальше наблюдать за ситуацией в стране и высказывать свое мнение. Спасибо, что вы с нами. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И подписывайтесь активнее. Ваша подписка – наше все. Всем пока.